Денис, приветствую тебя. Привет всем. Традиционный для четверга эфир, как и всегда, друзья, обсуждаем с Денисом технику. Фундаментальный фон, следим за рынками, анализируем их, в том числе и для вас, чтобы вместе прийти к какому-то консенсусу, общему пониманию в золотой середине. Чем больше мнений, тем лучше. Конечно же, особо закапываться в них не нужно, но я думаю, что, раз вы смотрите наше совместное видео с Денисом, наше мнение вас интересует. Это приятно. Денис, я сегодня предлагаю тебе по горячим следам разобрать, опять же, протоколы вчерашнего последнего заседания американского регулятора. Можем посмотреть, что в связи с этим происходит с евро, можем обратить внимание на золото. В частности, помимо этого, можем рассмотреть рынок нефти, почему бы и нет. Ну и пару слов буквально скажу еще про индекс долларов, потому что это как индикатор тех настроений, которые на рынке сейчас присутствуют. Давайте начнем с меня, с демонстрации. Собственно, индекс доллара сейчас в моменте у нас 104.43. Это хорошая позитивная динамика, восходящая динамика. Следствие довольно оптимистичного фундаментального фона, который сложился за последние недели. От выхода данных по нонфармам, потом отчеты по инфляции. Здесь я делаю акцент на месячный прирост показателя, что в целом стало тревожным звоночком, свидетельствующим о том, что и в годовом выражении инфляция может оказаться на положительной территории в ближайшее время при сохранении подобных трендов и тенденций. Потом у нас было выступление Плава и вот сейчас протоколы последнего заседания американского регулятора, из которых самый главный тезис, который стоит сделать, вывод, который нужно сделать, он заключается в том, что в перспективе ближайших заседаний американский регулятор может рассмотреть возможность для более агрессивного повышения процентной ставки и ужесточения монетарного режима. Что это значит? Это значит то, что потенциальная ставка может быть повышена на 50 базисных пунктов, в том числе и на мартовском заседании, которое состоится со 21 по 22 марта. Вот, кстати, ты согласен с тем, что есть такая вероятность и довольно-таки высокая, что в этот раз ФРС может агрессивнее пойти бороться с инфляцией или все-таки думаешь, что, скорее всего, на 25 базисных пунктов? Просто интересно. Ну, после вчерашних протоколов, я сегодня как раз тоже опубликовал по ним инфо, то я все-таки думаю, что на 25 базисных пунктов подниму ставку. Вряд ли они сейчас будут сильно прямо уж агрессивнее, потому что видят, что, в принципе, уже потихонечку начинает инфляция все равно таргетироваться. И, плюс ко всему, рынок тоже в это не верит. В общем, на этой ноте давай сделаем так, чтобы была разница как бы в мнении. У нас нечасто такое с тобой бывает. Но, в целом, я бы даже не сказал, что это разница существенная в мнениях, потому что я также, как ты, считаю, что ставку нужно повышать. Здесь просто вопрос, насколько. Но это все равно разговоры об ужесточении политики, которая создает условия для роста курса американского доллара. Я все-таки думаю, что какой-то сюрприз может последовать. И этим сюрпризом потенциально может стать более агрессивное повышение процентной ставки. Короче, по индексу доллар, кому интересно, как и раньше, я рекомендую держать длинные позиции и ждать уже закрепления этого актива выше 105 пунктов. Что касается европейской валюты. 1.06.07. Сейчас, я думаю, без каких-либо сомнений можно сказать, что в ближайшие часы мы увидим пробой поддержки 1.06 и движение ниже. Потому что европейской валюте не позволит доллар выйти на траекторию восстановления роста. И, к сожалению, евро, так же, как и прочие рисковые инструменты, будут испытывать давление со стороны роста курса американского доллара. Что касается макроэкономического фона по еврозоне, вот буквально совсем скоро выйдет отчет по инфляции в странах ЕС. Я думаю, что в свете вчерашнего релиза по инфляции в Германии, где он вырос, так, сейчас, если он вот у меня есть рядом, вырос, да, с 8,1 до 8,7 процента. Я допускаю, что по еврозоне тоже может быть зафиксирована положительная динамика. Но только здесь нужно иначе интерпретировать рост инфляции, нежели так, как мы интерпретируем в США. Здесь рост инфляции – это не знак, а равно активное повышение процентной ставки, потому что европейский центральный банк все-таки понимает, что условия в европейской экономике не такие, как в США. И дальнейшее более агрессивное повышение процентной ставки может создать крайне неблагоприятную экономическую конъюнтуру и вернуть на рынки разговоры о рецессиях, в том числе и Германии, и ЕС в целом. Думаю, что настроения так и останутся подавленными, особенно в свете того, что сейчас не очень складывается у американского фондового рынка из-за того, что ФРС не планирует отказываться от жесткой монетарной политики. Соответственно, распродажа американской фонды – это здесь уже поставим в знак, равно ухудшение рынчанных настроений, а евро у нас – главный валютный риск, поэтому чем хуже настроение, тем больнее европейской валюте. Я рекомендую шортить и причем ждать уже отметку 1.05 и потенциально даже чуть-чуть пониже. О паритете, конечно же, пока не говорим, но все может быть. Но поддержка психологическая 1.05 вполне может быть протестирована. Что касается золота, снижения, 1827 доллара за трость-консу. Здесь три аргумента. Крепкий доллар, его рост доходности американских облигаций буквально двухлетки вчера превысили 4,5%. Я сегодня на своем брифинге об этом рассказывал. Это максимальный показатель с 2007 года. Доходности десятилетних трейлерис сейчас рост на 0,05 и текущая доходность десятилеток – 3,92. Конечно же, конкурируя и рассматривая облигации в конкуренции с золотом, мы понимаем, что если есть возможность заработать на американских облигациях, сверхнадежных бумагах, то никто не будет связываться с золотом. Золото на этом фоне снижается. И третий по последовательности, по счету, но не по значимости аргумента – это индекс рыночных настроений, сантимент. Сейчас толпа в покупках, больше 70% трейдеров золота покупают. И в этой связи, я думаю, что рынок уже потенциально до конца сегодняшней торговой сессии, а у нас еще отчет по ВВП, по индексу расходов на личное потребление, первичная взрывка на пособие по безработице. Это сегодня все в 13.30 по GMT. На этом фоне, Денис, я допускаю, что золото до конца дня может протестить 1800 долларов за тройскую унцию. Почему бы и нет? И пару слов буквально про рынок нефти. Катировки 80.66. Я, честно говоря, не думал, что нефть просядет настолько сильно, но понимаю, что, видимо, на нефть тоже влияет ситуация с долларом. Пока что буду держать длинные позиции, потому что в отношении рынка нефти я оцениваю спрос и предложение и считаю, что то, что происходит сейчас в мире, в том числе из-за санкционной политики в адрес российских поставщиков, это потенциально то условие, которое может привести к среднедлагосрочному росту. Но вот откуда он начнется, я не знаю. Если бы был какой-то хороший уровень, я бы его подсветил. Но я рассчитывал на то, что и рассчитываю, что ниже 80 долларов за баррель, но нефтянка, бренд уже вряд ли уйдет, и поэтому восстановление может начаться в любой момент. Денис, слово тебе. Делаю показ. Итак, значит, я с тобой в целом тоже согласен по поводу анализа. По индексу доллара у меня восходящая тенденция. Точно так же, как мы прошлый четверг с тобой обсуждали, никак абсолютно не менялось. Сделали внутреннюю коррекцию, о которой тоже говорили. Она даже чуть-чуть меньше, я думаю, там слегка ниже пройдет, но там погрешность вообще мизерная на самом деле. Основное движение, да, вверх, то есть зоне вращения в районе 105-30 и из перспективы, возможно, выше. Пока, честно, я особо далеко не загадываю, но вот 105-30, да, это вполне возможно, потому что это ближайшая зона вращения, которая есть, и сердцевина вот прям самого движения технического, которое сделано вниз. Поэтому да, я за рост индекса доллара. Естественно, евро идет в противовес, так как 56% индекса доллара это занимает евро, так что оно нисходящее. У меня вот в начале недели еще такая вот зона была для продаж, там чуть-чуть буквально пунктов, наверное, пункта 3-4 до нее не дотянули, но и при этом объемов практически вообще нет. То есть они по нулям, тем более понедельник был день Авраама Линкольна, и, соответственно, штаты отдыхали. Ну а сейчас я не вижу ни одного откупного объема абсолютно, то есть ровным счетом ничего, пустота. Поэтому я не вижу другой вариант, кроме как продолжение снижения вот в район крупных лимитных заявок в стакане, который вот, например, отображается в районе 1.05, 1.04.80, там где техническая поддержка. В целом да, 1.05, я считаю, это наиболее вероятно. Здесь же и лимитками тоже подтверждается, плюс техническая часть тоже за этот же уровень. И если еще такую старую, добрую, трендовую накинуть, то пока по факторам времени дойдет, возможно, на следующей неделе как раз могут ее тоже коснуться. В общем, снижение здесь, я думаю, продолжится. Даже если сегодня на ВВП США будут какие-то сюрпризы с точки зрения рыночных движений, то я все равно считаю, что дальнейший результат у нас будет направлен вниз. Даже если попытается какой-то выбор сделать вверх, все равно потом продадут, и движение вниз у нас будет приоритетным. Касательно золота, точно то же самое. Движение вниз в приоритете, хотя я ждал коррекцию поглубже. Тут откорректировались, ну, как по мне, честно, очень слабо. Действительно, очень-очень слабо. Хотя коснулись опорного объема, он находился на уровне 1843, его коснулись, но основные объемы все-таки были выше, потому что если мы в целом раскинем профиль, который есть, то мы видим, что основной профиль у нас вот здесь находится. Отскочили, по сути, ну, блин, ни о чем. Ну, правда, движение вверх коррекционно было совершенно ни о чем, поэтому я даже не стал здесь входить, но лимитку на всякий случай оставил на 1860. Дальнейшее движение точно так же, я считаю, как евро у нас вниз, в район 1800. Дальше следующий уровень, ну, именно самый значимый следующий уровень в районе уже 1775. Дойдут ли туда сейчас? Ну, я сомневаюсь, что прямо сейчас дойдут. Может быть, там, на следующей неделе и появятся для этого какие-то условия. Но сейчас я бы ставился вот в район примерно 1807, там, плюс-минус, потому что сюда у нас маршиналка попадает, технический уровень, вот, он тоже сюда есть. И, в принципе, весь диапазон – это как зона вращения вплоть до уровня 1800. И плюс эти все внутренние распиливания, они тоже работают как вот сердцевинное движение, и очень неплохо от них цена обычно дает реакцию. Так что тут я с тобой тоже согласен, продолжение снижения по золоту вниз у меня в приоритете. Единственное, только вот, я немного сомневаюсь по поводу нефти. Дело в том, что нефть сейчас упала вот прям четко идеально на маржинальную зону, как еще в понедельник очень-очень этого ждал. Но как для отскока, как по мне, ну, пока слабоват в условии. О том, что в новом контракте, да, начали уже накидывать точные объемы внизу, вот мы это очень хорошо видим. Перекос сделан то же самое внизу, то есть по footprint, то есть в ВЧ основные объемы находятся внизу. Тест маржиналки был, но основная все-таки поддержка у нас немного ниже сейчас находится. Поэтому здесь, я думаю, что попытаются сделать какую-то внутреннюю, примерно вот такую коррекцию, и попытаются сюда вот добить. А после этого уже, то есть после вот такого доборя, то уже можно будет смотреть на дальнейший подскок вверх. То есть что-то наподобие вот такого движения, особенно учитывая то, что при снижении вниз у нас очень красиво трендовое сопротивление выглядело, ее цена вот раз протестировала, второй раз протестировала, то есть четко вектор у нас очень хорошо по цене виден. Так что я все-таки за добой немного пониже, а потом уже действительно смотреть на возможность отскока. Да и по опционам, там самые-самые дальние границы у нас находятся, это по марке Vitae в районе 67,5-68,5, но опять-таки это дальние границы, цена далеко не всегда до них доходит. А вот ближайшая техническая часть, то здесь весьма значимая. Поэтому я за добой ниже, потом уже на разворотку. Так, ты закончил, да, Денис? Да. Спасибо тебе большое за твою точку зрения, за идеи, которые озвучил. Ну, следим, ждем. Еще раз напомню, что сегодня блок статистики по штатам в 13.30 по GMT. Рассчитываем на рост волатильности, на отработку идей, смотрим в одном направлении. И Денисом, как и всегда, в следующий четверг подведем результаты, итоги, обсудим снова, что там будет интересного дальше. Денис, огромное тебе спасибо, что подключился, обсудил рынки. Хорошего у тебя закрытия недели и хороших выходных. Спасибо. Пока. Спасибо за закрытия недели, как и всем нашим зрителям. Взаимно. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»